друзья те кто приобрел мой новый курс уходящий день расширенный пакет вам пришло письмо с предложением вступить в закрытые группы в телеграм-канале их 3 дневник открытий мастерская моего имени и уходящий день собственно закрытая группа именно этого курса обратите на это внимание зайдите еще раз в письмо и пройдите по ссылке работа пошла некоторые делают уже третий урок задание по третьему уроку это очень приятно те кто только что об этом узнал я предлагаю зайти на мой сайт и посмотреть первый бесплатный урок вводная лекция о светоносности вечерних состояний в этюдах картинах у вас еще неделя для принятия решения участия в этом курсе по специальной цене я предлагаю с другими коллегами идти в ногу не отставать я вкладываю все свои силы знания и опыт в то чтобы наша команда развивалась мощно уверенно чтобы каждый из вас мог с гордостью называть себя художником в этом первом уроке я собрал довольно таки большую коллекцию своих работ на вечернее состояние и предвечернее когда солнце заходит такое все золотом окрашивается в природе я рассказываю об этих работах и о курсе который посвящен именно тому чтобы достичь умения писать так чтобы картины и излучали свет и вместе с тем были собраны в тональных связях это очень сложная задача предлагаю изучать способы ее решения включая творческий декоративный и предлагаю еще работать на курсе акварелью я подробно рассказываю на этом уроке о курсе так что заходите на сайт и смотрите дмитрий федяев вячеслав не могу понять где правда коровин константин писал от светлого к темному или же все таки наоборот прочел советы коровина он начинал писать от светлого по крайней мере так написано вы говорите в том видео что от темного я во многих источниках читал о том как он вел занятия со студентами и говорил что пишите от темного так живопись сочнее выглядит ну вот у меня такие источники какая разница пишите от светлого но главное чтобы через какое-то время вы темное вложили в холост впаяли чтобы была разница между самым светлым и самым темным диапазон широкий и вы начинаете его раскладывать по тону цепляясь то за темное то за светлое сравнивают от темные все темные куски в мотиве то самые светлые но все светлые и постепенно в середину уходит разницы в принципе нет если кто-то может идти от светлого как в акварели но ударяя по темным местам и сравнивая их ну нет проблем владимир гречишкин такую мазню себя на стену не повесишь только на выставку в галерею там найдутся знатоки которым нравится это у меня написано у нас по 17 плюс канал еще за нее заплатят и потом еще добавляет а зачем ему модель тем более обнаженная такую ню это кстати о моих ню вообще-то уже рифма до пошла любой дурак намалеют даже и я я специально прочел эти коменты мог бы на них таскать и не останавливаться человеку владимиру гречишкину ну явно он попал просто не по адресу не в ту палату заглянул вам владимир ну дальше по коридору пройти найти там где нет этой уни вот этой где все вообще классно где все вас устраивает а зачитал я для тех кто нот еще как-то тушуется страдает от того как зрители люди ну реагируют на вашу мазню если вы страдаете ею так как я мне хочется чтобы вы закалились так же как и я против любых нападок на то что вы делаете невежество безгранична и так же как и безгранична ваше сострадание ну к тем этим этим невежда давайте находить в себе силы не обращать внимание на подобных гречишкиных достичь понимания живописи мазни это большая работа большой труд ну не все просто находятся на ступеньках когда это понимание возникло не просто где-то там еще далеко еще даже не понимают вообще что этого краски это часто такое случается когда проходят люди и говорит такую фигню рисует дядя вообще ну громко на всю улицу поэтому не каждый способен нарисовать пленеры но в людных местах ну а если вы закаленный то нормально витару свита уважаемый вячеслав когда у меня появится возможность приобрести вашу книгу я практически закончил просто еще нужны средства немалые чтобы ее выпустить ну вот заработаю буду выпускать я знаю что вы над этим сейчас работаете ну да второй вопрос как можно купить ваши уроки мастер-классы тем кто проживает в америке в штатах вот только вчера прошла оплата из калифорнии за новый курс совершенно нормально пишите купить но он кнопку нажимаете например этого курса да и там будет меню для оплаты не рф граждане российской федерации иностранцев и идете туда если все-таки возникнут какие-то проблемы напишите мне на ватсап это решим василь дубковский у меня такой вопрос если бы вы писали копию картины карла брилова итальянский полдень какой тон имприматуры вы бы как профессионал заложили чтобы получить яркий свет ну там все в лессировках и это глубина вот такого свечения достигала с многочисленными перекрытиями лессировочным я не специалист в этом но наверное тепленьким каким-то охры за застукатурил а потом бы писал ну и вообще раньше в те времена делали грязаель то есть брали умбру например коричневую и в ну просто с льняным маслом или с растворителем жиденько и и прокладывали чтобы в то не собралась работа по некогда она уже собрана в тони писали цветом я не знаю как брилов писал если есть знатоки то напишите это очень интересно друзья кто скоро на подъем прошу вас присоединяйтесь к моей группе я набираю группу в провансе будем писать лаванду и не только мастер-класс пройдется 2 по 7 июля мазафак может показаться странным но по моему путь к виртуозной живописи лежит прежде через композицию ну естественно кто-то на первое место 100 ставит композицию кто-то на второе на первое тон ну да наверное да я не спорю с вами потом через рисунок согласен затем через гармоничный колорит и в результате к целостности цельности произведения с моей точки зрения рисунок может быть великолепным но если он не закомпонован в листе если он не закомпонован значит он уже не великолепен одно отметается не выражает мысль не выражает чувства не мыслей топ это просто испачканная изобразительная плоскость согласен композиция сильная если это если в нее не добавить не убавить невозможно ничего согласен не всякий даже хороший рисовальщик в том числе и краской может быть композитором да конечно но согласитесь мазафак одно и произведение может вызывать у кого-то раздражение а кто-то скажет что она велика вот как такое происходит причем смотрящие высокого уровня например художники профессионалы как такое происходит значит кто-то из них видит композиционное решение совершенное кто-то начисто отметает вот как тут быть друзья включать помощь зала требуется иначе не было бы скандалов скандальных всех статей журналистских чем направленных против импрессионистов сейчас они все великие тогда их крошили как батоны прошу друзья отметиться в журнале комментируйте задавайте вопросы предлагаю вам еще одно кино посмотреть после этого называется прыжок в неизвестное там тоже отметьтесь пожалуйста и делитесь друзьями в моими видео на пока а 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